На протяжении 20 лет жители домов, расположенных у парка «Юность», что на 8-й станции Большого фонтана, борются за то, чтобы тут не вырубали редкие элитные породы и почти выковые деревья, в том числе сосны и акации. За это время было потеряно примерно 40% зелёных насаждений. Так продолжают уничтожаться историческое место Одессы, как его называют «зелёные лёгкие города». Здесь под прямой угрозой разрушения оказался памятник морякам артиллерии 39-й подземной батареи, который защищали, а после восстанавливали эту часть послевоенного города Одессы. Местные жители во главе с Таисией Семёновной Сокотухой всеми силами, как могут, защищают одно из уцелевших зелёных мест на побережье. Но деревья продолжают рубить, особенно по ночам. В ночь с 26 на 27, предположительно 3-4 часа ночи, были спилены деревья, порядка 7 деревьев, жители вызвали утром полицию. А, их вообще спугнули, могли бы всё спилить. Просто был розыск, полиция проезжала, разыскивала мальчика, пропавшего 8-летнего, и их спугнуло. И говорят, что это в это время и было. Утром вызвали полицию, составили протокол, а вот этой ночью даже вот эти стволы повывозили, только веточки оставили. Всё делается у нас ночью, ночью, ночью. По мнению жителей, на месте вырубленных деревьев, возможно, стройка высотных домов. Я думаю, что они ограничатся там кафе или чем-то ещё таким лёгким. Ходят слухи, что тут будут строить два 24-этажных дома, соответствующие паркинг. Вот, посмотрите, построили высотку. Казалось, в этой высотке есть паркинг, но все машины стоят снаружи. А летом тут просто коллапс. Всё окружено, забито машинами до нашего двора. Местные жители уверены, такими быстрыми темпами они, а также дети и внуки останутся совсем скоро без парка, без места, где зафиксирован полезный для лёгких коктейль морского и степного воздуха. Они отмечают, что у них систематически проходят субботники. За свой счёт вызывают машину, чтобы вывезти мешки мусора, которые за собой оставляют нерадивые одесситы и гости города, особенно в летний период. Ну, не чувствуется, что этим городом управляют одесситы. Я не знаю, может, инопланетяне какие-то. Ну, трудно назвать, откуда они приехали из-за границы. Хотя, я, судя, ну, такая у меня работа, что я бываю в разных странах. Даже у нас наши соседи, Болгар, мы были в прошлом году в Бургасе. Там такая шикарная прибрежная зона зелёная. Такой парк. И там кроме будки с газированной водой ничего не стоит. Назовите нам после морозлива хоть одного руководителя города, которому можно было прийти и сказать, вот именем него назван парк. Возможно, спустя столько лет в Одессе так и не появился хозяин, которого бы волновали проблемы городом.